Спешно, без оваций, некогда символы эпохи немого кино «Белые слоны» покидают сцену. Скульптуры, замотанные в плёнку, точные копии декораций из фильма «Нетерпимость» режиссёра Дэвида Гриффита. Торговый центр на Голливудском бульваре был создан изначально для проведения церемоний «Оскар» и для чествования кинематографистов. Сложно придумать лучший символ для этого места, чем фильм Гриффита. Фильм «Нетерпимость» был снят в 1916 году. Он повествует о неспособности людей во все времена относиться друг к другу толерантно. Гриффит снял его масштабно, применив эффекты, неслыханные для Голливуда того времени. И всё бы ничего, но репутация самого режиссёра вызывала много споров. Причина тому – предыдущий его фильм «Рождение нации», после которого Гриффита обвинили в расизме. «Спустя год после фильма «Рождение нации», который, по сути, восхвалял «Куклукс-клан», Гриффит снял «Нетерпимость». Это был его ответ критикам. Режиссёр искренне считал, что его обвиняют несправедливо, и в «Рождении нации» нет ничего страшного. Это и стало причиной недовольства. Мол, почему мы отдаём дань уважения неприкрытому расизму, вместо того, чтобы построить действительно объединяющий символ Америки и искусство?» В официальном заявлении руководства торгового комплекса, которое и приняло решение слонов убрать, говорится, что менеджмент стремится к новым символам и давно планировал реконструкцию. Новый торговый комплекс будет выглядеть лаконично и, как заявлено, станет излюбленной точкой съёмок блогеров и тиктокеров. «Наша цель – создать пространство, которое обращено в будущее, и прославляет то, чем является Голливуд сегодня – место творчества и оптимизма людей, приехавших со всего мира». Историк Джонатан Кунц уверен, туристы, гуляющие по Голливуду, и понятия не имели о том, какие баталии разворачивались вокруг слонов, а владельцы комплекса просто воспользовались ситуацией. «Сейчас они перестраивают комплекс, чтобы сделать его более прибыльным. Можно сказать, что ситуация довольно удобно сложилась для них. Не нужно объяснять, почему они убирают исторические объекты. Более того, они фактически наносят удар по расизму. И это отличное оправдание их действия». Не все режиссёры и киноакадемики рады подобным изменениям. «Идея убрать слонов равнозначно тому, как если бы было решено убрать Колизей, потому что в Риме были рабы. Я считаю, что это позор. Эти скульптуры убраны в угоду политкорректности. Даже если мы не всегда довольны фильмами и режиссёрами, эти слоны являются знаковыми и представляют эпоху немого кино». «Я думаю, что никто из людей, которые снимали памятники вчера, этого фильма не видел. Там нет ничего совершенно расистского. Это был фильм про терпимость, про толерантность. То есть для меня очень странно, что они снимают декорации, то есть сняли декорации к фильму про нетерпимость». А вот профессор Калифорнийского университета Джоди Армор уверен, что только осознав ошибки прошлого, можно двигаться дальше. «Люди всегда говорят что-то подобное, когда речь заходит о памятниках со спорной историей. То же самое говорили про памятник конфедератам, что их нужно оставить, ведь это часть истории. И мы честовали людей, которые были предателями Америки, пытающимися сделать всё, чтобы такие, как я, продолжали быть рабами. Мы оставляли их на пьедесталах и говорили, «Но ведь это же история, мы не можем стереть её. Это всё равно, что если бы в Германии стояли памятники Гитлеру, и люди бы говорили, «Но ведь это же своего рода исторический урок. Давайте оставим его по историческим соображениям». Вслед за слонами центр на Голливудском бульваре, согласно газете LA Times, покинет ещё один спорный памятник – скульптура кровати, входящая в комплекс под названием «Дорога в Голливуд», когда гремел скандал, связанный с Харви Вайнштейном. Потом памятник вернули, но похоже, что шутки в камне про постель, через которую якобы лежит дорога на фабрику грёз, руководство торгового комплекса считает больше неуместными. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время Америка. Калифорния.